Всем привет! С вами Ольга и канал Вязание Без Пальцев Рукодельное Счастье. Вышла я на разминку. Уже сколько пути прошла, а потом думаю, да, включусь. Просто поговорю с вами. Не знаю, будет меня слышно, не будет. На улице ветер. Такой порывами, достаточно сильными порывами. Поэтому микрофона у меня нет, поэтому не знаю. Ну, надеюсь, что будет слышно. И, если что, постараюсь что-то вытянуть в редакторе. Звук, да? И еще вы можете слышать шелест пакета. Это у меня с собой пакет. Я сюда завернула в лес. И думаю, что, может быть, где-нибудь на окраине леса я пособираю сосновые почки. Вот. Я вышла на разминку. Хожу на разминку теперь я ежедневно. Минимум на полчаса. Вот. Неважно, какая погода, дождь, снег. Если дождь, то зонтик беру. Если снег, так же беру зонтик. Надеваюсь потеплее и выхожу. Не просто даже... Ну, с одной стороны, конечно, чтобы подышать свежим воздухом, да. А с другой стороны, у меня просто... В последнее время я почувствовала... Начали болеть ноги. Почему? Потому что... А я, когда вяжу, да, вы знаете, что я натяжение нити контролирую именно ногами, коленками. Вот. И... Это я прислушиваюсь, смотрю, что тут. Засуршало что-то. Вот. И... Постоянно ноги скрещены, да. Нога на ногу. Нарушается, конечно, кровообращение. И стала замечать, что у меня стали болеть ноги от ступней до колен. И если вначале это была боль такая... Ну... Можно было не обращать внимания, да. То в последнее время эта боль достаточно ощутимая. Я ночью просыпаюсь от того, что слышу, что сводит, крутит ноги, да. Вот. Поэтому я решила, что нужно побольше просто ходить, да. Чтобы улучшалось кровообращение, да. Потому что в основном... Многие знают, что я не работаю, я нахожусь дома. Большую часть я провожу именно дома. Домашние дела. В основном это вязание, да. Вязание, вязание, вязание. Потому что вязание я хочу... Как сказать... Ну, для меня вязание это уже и как мое любимое хобби, и, конечно, как работа. В плане чего я не вяжу на заказ, но чтобы что-то снимать, нужно, чтобы было что-то связано, да. Какие-то мастер-классы и так далее. Вот. Поэтому вяжу я много. И вследствие этого ноги постоянно скрещены, постоянно вот это напряжение в ногах. Вот так. Вот теперь хожу каждый день. Я... Далеко я не хожу, по поселку я тоже не хожу. Я выхожу куда-то вот за поселок. Вот сейчас, как я нахожусь в районе пятого поселка. Либо я выхожу за седьмой поселок. Для тех, кто не знает, центральный поселок, или его сейчас называют агрогородок, да. Ну, я всю жизнь прожила в поселке городского типа. Затем у нас сделали статус агрогородка. Ну, мы привыкли, горенные жители, мы привыкли называть именно поселок. Так вот, наш поселок, центральный Осиндорф, окружают поселки, которые в свое время никак не назвались, да. Они просто под номерами. Большинство этих поселков уже не жилые, там нет людей. Но, тем не менее, мы привыкли, да, мы знаем, где какой поселок располагается. И, ну, привыкли называть именно вот так, там, за седьмым поселком, на восьмой поселок, потом под пятым или за пятым, да. Вот. Жилые поселки у нас, насколько я знаю, сейчас попробую, это второй поселок. На седьмом поселке еще люди проживают. Так, на восьмом уже практически никого нет, там, по-моему, одна или две дачи. Вот. Также у нас, конечно, был и первый поселок, и третий поселок, четвертый, старый четвертый, новый четвертый, но там никого уже нет. Вот. Вот я уже подошла к лесу. Кстати, эту дорогу вы уже, наверное, неоднократно видели. Если кто смотрел мои летние видео, вот, я здесь совсем-то убываю. Сейчас переключусь, покажу вам просто. Вот. Вот уже начинается лес. Здесь протекает такая речка. Вот. Как вы видите, да, снега у нас нет. Считай, не было и нет. Вот. На улице весна. Вот. И я немножечко пройдусь. Взяла с собой пакет. Хочу, ну, если встречу где-нибудь здесь по пути, какие-нибудь сосенки небольшие, да, куда смогу добраться. Хочу немного собрать сосновых почек. В прошлом году я не собирала. Вот. У меня еще был запас. А в этом году нужно было бы собрать сосновые почки. Поэтому я взяла с собой пару пакетов. Обычно целопатовый пакет, да. Ну, мы их называем более этиленовые, да. Если для кого-то важно, чтобы правильно сказали. Вот. Поэтому. Может, я сюда пройду? Далеко, конечно, я тоже не хочу идти. Вот, видите, и сосенки есть молодые. Ну, я, конечно, не поступаю варварски, да. Я не обрываю все полностью почки. Я несколько почек сорву, да, боковых. И перехожу в следующий. Вот. В лесу, видите, снега тоже абсолютно нет. Но у нас в этом году вот такая зима была. Абсолютно теплая. Как я уже раньше показывала, у нас цветут галантусы. Уже вышли крокусы с бутонами. Давно пробились и тюльпаны, и нарцисса. Ну, правда, конечно, еще не цветет. Я даже обратила внимание, в прошлом году сажала, черенковала. Мне подарили были золотую розочку одну, да. Я сделала черенки и посадила. И один черенок погиб, а второй остался, да. Ну, выжил, как говорится, прижился. Вот. И смотрела, уже ходила к теплице. Смотрела, что на ней уже на розочке, на молодом череночке, да, уже есть молодые листочки. Вот. Вот такая красота. Пока вот с вами немножечко похожу, поговорю. Уже, кстати, птички поют. Еще, конечно, не так, как летом, да, птичьи разноголосье. Но, по крайней мере, я уже неоднократно слышала. Смотрите, какие молодые елочки растут. Вот. Смотрите, какая красота. Огромная ель. Здесь вот молодые елочки. Сосинки. Так что. Вот. Сейчас самая пора собирать сосновые почки. Я помню, один год я собирала почки. Был такой большой снег. Я не помню даже сколько. Но я прям собирала, и снег проваливалось. А в этом году, вот, ну, как летом иду. Видите, какая дорога. Птичка поет. Видите, сосны. Я далеко вглубь, конечно, заходить не буду. Потому что, ну, опасаюсь, все-таки я одна. Как-то немножечко опасения есть, да. Я летом так особо, я не боюсь одна ходить. Вот. Деревья шатаются. Ветер, видите, какой сильный. Вот. Такая красота. Дальше не пойду. Не хочу. Сейчас немножечко соберу почек. И затем уже пройдусь просто по дороге. Здесь я уже как бы вошла в лес. Ну, конечно, я не глубоко. Здесь рядышком, да. Вот. Ну, тем не менее. Я, кстати, уже не удивлюсь, если уже есть березовый сок. Хотя, может быть... Так, сейчас переключусь. Говорю, я не удивлюсь, что, может быть, уже есть началось сокодвижение. Вот, так как очень теплая зима, уже как бы у нас весна, да. Знаете, я недалеко абсолютно зашла. Вот еще можно идти, идти, идти. Можно туда, в ту сторону. Ну, я уже не буду так далеко. Может, еще пройду немножечко. Вот. Как вы видите, я без шапки. В шапке уже жарковато, да. Не, ну, когда бывает погода... Ой! Кстати, малина. Надо наломать веток малины. Ветки малины, они также противопростудные, да. Ну, как и малиновое варенье. Вот что-то я неровно держу. Вот, нужно несколько веточек сломать, пусть будет. Варить чай. Я, кстати, вот в последнее время постоянно, постоянно делаю травяные чаи, варю, да. Но я их в кастрюле, в большой кастрюле. У меня чабрец, немножечко шалфея, мята, ветки малины, ветки смородины. Мне смородина нравится, во-первых, она аромат очень такой вкусный от нее, да, приятный. И ветки смородины убирают головную боль. Что-то я так надела. Я говорила про шапку, применила тему, вот, ну, так я в повязке. Наверное, кто уже со мной давно, да, те видели эту повязку. У меня узор, на этот узор, вот сейчас поближе покажу. На этот узор у меня есть мастер-класс. Бактус, наверное, многие знают. Вот, также на этот бактус, это, скажем так, самый популярный бактус у меня на канале. Вот, также есть мастер-классы, если интересно, я оставлю ссылки внизу. Мне очень нравится. Вот, ну, куртка домашняя. В лес я не буду надеваться по парадному, да. Вот. Так что, вот. И вообще я люблю ходить в лес. Вообще я люблю очень природу, очень. И большей частью я люблю ходить именно одна. Вот. Я не люблю шумных компаний. Мне хорошо вот так одной походить, понаблюдать. Вот я сейчас знаю, что я отключу камеру и буду идти тихонечко, где-то там что-то собирать, да, о чём-то думать. Мне это помогает привести мысли в порядок. Вот. Вот я смотрю, такие большие сосны, еле вообще. Сосна за сосну цепляется, и такой звук треск. Птичка поёт, вам не слышно. Она тихонечко. Вот. О чём я говорила? Сбилась. Сбилась. А, так я говорю, что сейчас отключу камеру и буду... Буду ходить просто в тишине, в своих мыслях, что-то думать. Мне это... Именно лес, вода, природа помогают мне. Ого! Ого! Я вам сейчас покажу. Мать и мачеха, девочки. Первая математича. В лесу. Слушайте, в основном же на окраинах. Я сейчас покажу вам. Вы посмотрите. Мать и мачеха. Смотрите, вот уже распустилась. Вот распускается. 4 марта вроде бы сегодня. А то я вечно могу сказать не то число. Ну вот. Первая математича. И главное, что где? В лесу. Ну, пока не в лесу, да? На окраине леса. Я не могу сказать, что это лес. Вот. Но в основном она начинает расцветать, где-то выходить. Это где-то на окраинах дорог, да? На таких, на теплых, на солнечных местах. А здесь-то, в принципе, тень. Удивительно. Вот. Ради таких моментов я и хожу. Я очень люблю... Извините. Очень люблю ходить вот так вот. Просто наблюдать. Это мое. Вот. Смотрите, какие они высокие. Я знаю, что есть, конечно, сосны. Еще повыше, да? Сосны, гели. Но эти тоже. Смотрите, как они... Шатаются. Вот в лесу затишно. Я не знаю, будете ли вы меня слышать, когда я и шла по дорожке. Вот. Вот здесь так вы, наверное, будете слышать. Здесь затишно. А если выходишь уже, да, то тогда, конечно, не знаю. Там ветер сильный. Вот. Так что... Вот так. Теперь я хожу постоянно, ежедневно, не пропуская ни дня. Как говорится, наше здоровье в наших руках. Немножко замолчала. Ну, я не знаю. Приду домой, послушаю. Будет ли вам слышно, как птички поют. Птичка одна. Ну, может, не одна. Может, конечно, их больше, да? Вот. Дальше я уже не пойду. Все равно я муравейник. Все равно я уже так достаточно... Ну, не то, что далеко от дома, но далековато, да? Я вот еще пройдусь немножечко туда-сюда и... Вот. Маленький муравейничек. Ну, такой... Неактивный. Летом, в основном, если подходишь к муравейнику, прям там все... Жизнь кипит. Ну, сейчас так тихонечко. Вот. Мне, кстати, уже писали, и неоднократно писали, что, Оля, почему исчезли вот такие влоги, когда я хожу куда-то, да, снимаю, о чем-то рассказываю. Мне очень нравилось. Смотрели и слушали мои зрители. И сегодня мне звонила моя подружка Светочка. Привет! Вот. И тоже мне, скажем так, сказала, говорит, Оля, почему ты перестала записывать такие вот видео, когда ты идешь куда-то на природу? Говорит. Ведь нам, кто живет в городе, да, и нет возможности выходить, выезжать так часто в лес, да, нам так хочется, говорит, это все видеть, слышать. Вот. Это что, дятел? Или это мне показалось? Или это просто так сосна скрипит? Вот. Светочка, я исправляюсь. Вот. Но, признаюсь, мне мне чего-то показалось, что вот такие видео, да, ну, может быть, они неинтересны, может, они не такие, не несут никакой полезной информации, да, для людей. Это, скажем так, это не мастер-класс, это не обзор каких-то вязаных изделий, да. Поэтому как-то я вот не знаю, ну, я сама себе великий скептик. Вот. Вот. Поэтому как-то я и не стала особо записывать, но... Ну, потом, знаете, подумала, вот такая вот мысль пришла в голову, что, ну, я всегда, в принципе, так думаю, да, но порой вот подхожу от своих принципов, что даже если это интересно одному человеку, это уже замечательно. Вот. Вот ощущение такое, вот когда я иду и разговариваю с вами, да, рассказываю что-то, птички поют. И у меня складывается ощущение, что они разговаривают, они слышат мой голос, и они мне что-то отвечают, да, чирикают что-то по-своему. Как только я замолкаю, чтобы снять для вас, да, чтобы вы услышали, они замолкают. Ну, где-то вдалеке. Где-то вдалеке. Посмотрите, какая интересная. Ну, это мох. Я сейчас уже не вспомню, как красиво такие зеленые купинки мох. И такое ощущение, если смотреть, с точки зрения вот так сесть пониже, как будто деревья такие. Смотрите, на них споры есть. Видите? Смотрите, как интересно. Я, конечно, все названия не знаю. В основном я знаю те названия, которые интересны. Не интересны, ой, а которые нужны мне. да, да, те травы или кустарники, да. Ну, тоже интересно узнавать, конечно. Я вообще люблю фитотерапию. Приемлю больше ее, но, конечно, и не избегаю, и не против, да, какого-то медикаментозного лечения. Вот. Ну, мне интересен мир трав, мир растений. Как красиво, если отсюда смотреть. Так, интересно. А кто-то не понимает, вот это мое увлечение, да, даже, ну, это, не знаю, это не увлечение. Вот это моя, как это правильно выразиться, то, что я люблю ходить в лес, что-то там выискивать, да, зачем-то наблюдать. Кто-то это абсолютно не понимает, для кого-то это... Что можно делать в лесу? Там комары, там змеи. Ну, волков боятся в лес не ходить, да. Для меня это... Так. В принципе, конечно, осторожность, аккуратность не помешает. Вот видите, малина. Ой, как же вы ее показать? Вот она. Ветки малины. Я еще иду, пока с вами разговариваю, но обязательно наломаю веточек малины, обязательно. Тем более, у меня их уже тоже, кстати, немного. Вот. Мне в этом году, посмотрела я, так, трав, в принципе, хватает, но есть те, которые нужно подсобирать. закончилась у меня земляника. Я собираю лесную землянику вместе, в ту пору, когда она цветет. И даже, если есть ягодки, вот именно вырываю полностью растения. Сразу скажу, делать это нужно не варварски, да, не то, что ты пришел и уничтожил всю полянку. Здесь немножко, там немножко, затем все это промываю и высушиваю. И при заварке я использую полностью растения. Вот. Земляника мне нужна, мята мне нужна, у меня мята практически закончилась. Островок молоденьких елочек. Вот. Почки сосновые. Вот эта травка, вот эта травка, вот я вам показала, да, вот она. Если я не ошибаюсь, это называется вахта, вахта трехлистная. Вот. Если я не ошибаюсь. Смотрите, какой муравейник, видите? Этот уже побольше. Вот. Вот мы с вами сделали маленькую-маленькую. Ну, для меня это маленькая прогулка, да, потому что это даже не лес, это около леса. В лес идти нужно, это нужно идти подальше, конечно. Вот. Домой мне идти вот в ту сторону. я еще может чуточку пройдусь сюда. Вот видите. О, вот здесь опять ветер. И не знаю, будете ли вы меня слышать. Сейчас подойду, покажу вам что-то. здесь стомало, вон там, по-моему, тоже дерево. Это работа бобров. Да, они здесь делают такие... бобров развелось много. Пакет шуршит. Бобров развелось... Смотрите, как красиво. Ой, не будет вам видно. Солнце сквозь тучки и сквозь деревья. бобров развелось очень много и очень часто, если хожу гулять, очень часто встречаю поваленные деревья. Вот. Ну, грызут, делают свои плотины. Вот. Видите? На том берегу, сейчас подойду поближе, покажу их работу. Вот это свежая их работа. Еще есть, вы можете заметить, посмотрите, кора, сердцевина, она еще, видите, вот на том берегу. Вот. Это они только-только сделали. Вот. Вот. Там дальше, вон, дерево хорошо так обгрызено. Как я люблю весну. Весну, лето. Вообще, я все поры года люблю. Ну, конечно, весна, лето, это самое-самое любимое. Весной я очень люблю наблюдать. Нет, мне, наверное, показалось, не обгрызено. Сейчас, пока я иду поближе. Ой. А хотя, нет, посмотрите, кара снята. Кара снята. Вот. Ну, здесь вот дерево, я подозреваю, что это работает в пенек, не дерево, а пенек. Это работа бобров. Весной я люблю наблюдать, когда природа просыпается. Летом все это разнотравье, разноголосье. Сколько я уже с вами? Да, уже, наверное, минут 20 я хожу хороших. Конечно, каждый день я снимать не буду, наверное. Я думаю, ну, если вам неинтересно это будет смотреть, да, если я буду снимать каждый день. Вот. Ну, хотя, если вам интересно такое, то напишите, пожалуйста, тогда мне ничего сложного нет, да, когда я иду куда-то там. Потому что я говорю, я не всегда сюда хожу, я когда-нибудь хожу за седьмой поселок. Сейчас я переключусь к вам. Когда-нибудь я хожу именно в сторону седьмого поселка, да, хочу сходить на Большую Ваду. У нас так называется. Их три карьера. Они называются один Малая вода, второй Средняя вода и третий Большая вода. Вот. Ну, у нас так это называется, да, и вот хочу собраться и сходить. Ну, до Средней я дойду быстрее, конечно, она не так далеко находится. Вот. Большая вода чуть подальше. Вот хочу собраться и сходить туда. Нужно только выбрать, ну, когда будет более-менее солнечный денек, да, когда я буду более свободна, будет, может быть, туда сходим. Не знаю. Туда далековато идти, туда, конечно, проще доехать на велосипеде, на велосипеде сейчас грязновато. Ну, мне, по крайней мере, мне будет сложновато ехать. я не говорю, конечно, сейчас у нас ездят, рыбаки ездят на велосипедах, да, на мотоциклах, на велосипедах, но мне это будет сложновато сделать. Поэтому не знаю, как говорится, обещать не буду, но может быть, что-нибудь придумаем. Вот. Так, ну что, пойду, может, немножечко соберу и затем уже домой, потому что есть домашние дела. Вот. Еще нужно ужин приготовить, нужно стирку, у меня стирка стирается еще одна. Сегодня уже сколько, две стирки я сделала, да, вторая стирка стирается. Нужно будет повешать на балкон. Ну, все, приготовить завтрашнему дню. Так стовет. развернусь, пойду потихонечку уже в эту сторону. И здесь, там, где мы с вами были, где заходила я, да, я там немножечко пойдусь, соберу немного почек, посмотрю, хотя я там не особо много видела сосенки молодые, но не особо много. Я знаю, куда мне можно сходить за почками, но я сегодня не пойду, у меня уже нет времени. Своих полчаса сегодня я уже походила, как говорится, ноги размяла, кровообращение улучшилось, ну а теперь все, домашние дела, семейные дела все не ждут, нужно делать. делать. Вот. сегодня не особенно холодно так нормально но единственно что ветер сильный и вообще думала может не надевать сапку повязку да что-то выглянула в окно послушать мне это но у меня там березка да я по ней ориентирую всегда ветки березки во все стороны мнение сапки не буду на повязку найдено обязательно вот если я что-то соберу я приду домой я вам покажу сейчас сломаю несколько веточек малины в принципе в принципе я хочу сказать что я малины именно веток много не собираю почему потому что ну как вы видите да живем недалеко от леса и можно в любой момент просто неважно снег не снег можно просто прийти и сломать именно свежие ветки да я много не собираю есть всегда запас наличие да но не то что там очень много да вот принципе я вот сейчас несколько веточек сама и все и хватит например следующий раз когда пойдем сюда тогда тогда еще можно будет отломать сколько время скоро домой придут все мои хорошие мы с вами походили поговорили надеюсь вам было интересно пишите свои комментарии если есть какие-то вопросы задавайте постараюсь ответить в комментариях если вам нравятся такие видео я не знаю я говорю они может быть не несут никакой такой полезной информации да просто такие релаксирующие видео на природе если вам такие видео интересны то я попрошу вас конечно напишите также об этом в комментариях я уже буду знать да что снимать мне такие видео не снимать мне такие видео но я уже сказала да что если хотя бы одному человеку это интересно значит я буду снимать такие видео вот а по крайней мере приходится одному человеку интересную светочка привет вот а также вот кстати все не сказала вам а также света мне говорит оль почему ты не читаешь что-нибудь например ну вязала бы и читала бы какую-нибудь книгу или притчи тоже как-то я думаю не знаю также интересно вам под видео такого формата если я буду что-то читать но в принципе может быть та литература которую читаю я на данный момент не каждому интересно да и сейчас я например вот у меня две книги одна в электронном формате это анна гавальда 30 кило надежды вот и паула каэлью я считаю в бумажном формате так что но есть такие книги которые не художественно это художественная а есть книги которые читают они художественной книги также я люблю различные притчи почитать поэтому если вам так же интересно такое напишите пожалуйста я буду знать вот и буду записывать для вас видео такого формата но все мои хорошие я с вами рука уже дрожит я тоже дрожжу у вас все мои хорошие я с вами буду на сегодня прощаться да если я что-то соберу то я вставлю фотографию да покажу вот хотя может быть и совсем чуть-чуть соберу потому что я говорю что здесь не очень много таких сосенок я их знаю где они есть но это нужно идти в другое место так что вот все я с вами не прощаюсь я говорю вам до новых встреч с вами была ольга и канал вязание без пальцев рукодельное счастье пока пока я с вами попрощалась уже походила посмотрела но здесь вот где куда я заходи да и что хочу сказать я не стала собирать почки домой иду речка вот не стала собирать почки почему посмотрела на эти сосенки но такие они уже какие-то скажем так дохленькие маленькие вот нашла вот это сосна на это не побольше ай колючая у нее тасу эти почки побольше а там какие-то они вообще маленькие такие и мне честно говоря жалко просто жалко почечка ай да вам не видно ничего ну видите блин как ее показать круче никак да я могу идти просто так есть вот и короче что такие уже не маленькие там эти почечки такие маленькие честно мне жалко лучше я схожу туда куда я ну не то что постоянно да ну схожу там собираю там побольше собственно повыше да там немножко сложнее но по крайней мере там и почки побольше и сосны покрепче а эти маленькие худенькие пусть они растут не хочу я даже срывать я единственно что вот малины наломала очень мне не видите здесь немного здесь на нас веток 10 я сломала то хоть бы она у меня с пакета не вывалилась вот пока на какое-то время чай хватит заваривать тем более как я уже говорила да я чай завариваю не просто там одна малина да я говорю ветки смородины вот здесь вот всяких травок добавлю вот поэтому как-то так на первое время хватит надо будет потом еще соберу вот ну а сейчас уже иду домой потому что уже ну все время домашние дела никто не отменяет домашние дела ждут надо все переделать дома еще в принципе ну что переделать завтра мы все приготовить да ужин приготовить вязать вязать вот так что вот смотрите иду домой я шла сюда и ветер был сильный иду домой и ветра нет вот представьте ну как нет есть все равно но не такой по крайней мере шла сюда так прям такой ветер ветер был я думала еще не знаю будете вы мне слышны пути ну надеюсь будет слышно я смотрю что это у нас уже кстати во всю котики появились на вербе или на вербе вот на вербе появились котики сейчас покажу вам ну они еще такие мелкие но они уже есть я попробую так чтобы уже не отключаться не знаю будет вам видно будет наверное водка видите вот уже там 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 на вербах уже котики я немножко запыхалась полазила по кустарникам там вот в поисках молодых невысоких сосенок пойду я лучше на свои места там где я собираю мне там привычнее что ли я так же много не собираю почек ну где-то ну сколько ну с литровую банку наверное так же если делаю отвары да вот когда кто-то простыл кто-то простужается да то я так же делаю смеси в основном ну я очень редко какую-то одну траву завариваю бывают моменты вот например пастушья сум не так сказала гусятник как то он называется научное название с горец горец птичий вот горец птичий то ну это травка мочегонная такая хорошая травка вот и его я себе завариваю так как у меня частенько отеки бывают и поэтому я себе завариваю вот эту травку вот тогда я завариваю ее одну могу ну что еще могу полпалу эрва шерстиста также одну завариваю а так в основном я предпочитаю делать какие-то смеси делаю их сама вот и завариваю именно в смеси но тоже отличается да если чай то это чай если это трава именно какой-то отвар настой то там немножко пропорции у меня другие не спрашивайте какие потому что я не врач фитотерапевт да я не училась специально в каких-то учреждениях по поводу трав да нет у меня этого нет все это я делаю сама конечно я читаю много литературы и в интернете и книги у меня есть все это я делаю сама и к травам вообще у меня любовь с детства ну ветер к травам у меня любовь с детства и поэтому просто мне это интересно вот поэтому никаких таких рекомендаций по поводу лечения я никогда не даю я могу сказать что я использую в своей семье например но это не значит что я кому-то советую или говорю что вот попробуй потому что любая трава она имеет свои показания и противопоказания поэтому здесь нужно быть очень аккуратно например свою семью я знаю у кого что болит и ну какую траву нужно да зная какие противопоказания есть у той или иной этой травы в семье вот я считаю что вообще это все дело такое индивидуальное нужно обязательно посоветоваться и с врачом чтобы знать вот поэтому ну в принципе наверное таки то что использую я то то что завариваю я да наверное это многие знают об этом мать мачеха подорожник потом что еще коровяк цветки коровяка таволга липа малина смородина ветки смородины вот что еще ну почки сосны я уже говорила там ну очень много трав и у них чистотел чистотел я использовала когда моя янка еще была маленькая у нее была сильнейшая аллергия мы даже лежали когда-то в аллергологическом центре и чистотел я брала полностью растения перекручивала через мясорубку отжимала сок и этим соком смазывала вот эти болечки все вот тогда я помню впервые так плотно столкнулась с чистотелом когда начала искать и конечно убрать источник аллергии это необходимо но тем не менее и чистотел я даже сейчас уже и не вспомню это лекарство даже и не вспомню помню оно так достаточно дороговато стоило покупали не супрости не помню уже не помню вот дочка уже выросла уже как бы давно этого нет но тем не менее чистотел я частенько использую у себя у меня бывает аллергическая реакция на солнце у меня бывает такое не часто но бывает и в такие моменты я тоже использую сок чистотела так неудобно как-то взяла вот но это опять же говорил это мое личное мнение никому ничего не навязываю и не буду ну как говорится никому ничего не советую считаю что это действительно все индивидуально одному может подойти да второму может наоборот эта травка не подойти и еще будет хуже если она вызовет какую-то аллергическую реакцию вот я так уже и до поселка дошла поэтому с травами так же они не столь безобидны как кажется вот с травами так же нужно быть очень аккуратно вот вот такая беседа ну а теперь наверное все я уже один раз попрощалась с вами но теперь уже точно уже сейчас отключусь уже выхожу на поселок здесь уже мне немножечко пройти я уже свой дом даже вижу отсюда здесь мне немножечко пройти и я уже дома все мои хорошие до скорых встреч